5, 4, 3, 2, 1, поехали! Здравствуйте! В эфире Детская служба новостей. Программа с яркими сюжетами, интересными фактами и путешествиями. Когда на пустынной горе в полнолунии Слетаются вдруг отовсюду колдуньи, хохочут, танцуют, на мёдлах катаются. Знаешь, как это называется? Это называется Хэллоуин и отмечается он 31 октября. В Барнауле по этому поводу состоялся массовый шабаш с ведьмами, призраками и другими жуткими существами. Слабонервным советую закрыть глаза, а бесстрашным смотреть этот сюжет. Всем привет! В эфире Детская служба новостей. Сегодня мы находимся на празднике журнала Деткость в честь Хэллоуина! Хэллоуин сравнительно недавно пришел к нам в Россию из Европы. Там этот праздник отмечают уже давно и с большим размахом. Проводят костюмированные шествия и праздничные фестивали. Взрослое поколение в нашей стране не считает Хэллоуин праздником. А вот молодежь очень даже полюбила раз в году перевоплощаться в вампиров, ведьмочек, пиратов, бурдалаков и других жутких персонажей. А вы знаете, что Шилла считается самым необычным праздником в мире? Каждый год, с 1 октября, люди наряжаются в украшающие костюмы и раскрашивают лица. И выход на озер, чтобы напугать своих соседей. На костюмированной вечеринке в честь Хэллоуина все дети без исключения были в страшных образах. В итоге в кафе «Замок», где проходил Хэллоуин, собрались десятки маленьких монстриков. Уверена, юным гостям праздника удалось напугать всех, кто попадался им на пути в этот день. Что значит у вас костюм? Я изображаю магическую сосисочку. Что вы можете сказать тележрителям? Я хочу, чтобы они чаще ели сосисочки и чтобы у них каждый день был Хэллоуин. Уважаемый Дракула, вы любите Хэллоуин? Конечно же, я и моя дочь Дракулаура всегда присутствуют на этом празднике. Мы собираем огромное количество людей, и в том числе детей, таких как ты и твоих сверстников. Я слышала, что вампиры днем спят, и солнечные лучи могут их обжечь. А как же вы пришли сегодня на праздник от журнала «Детки среди белого дня»? Машенька, Хэллоуин – это мой любимый праздник. И я прилетел на Бэтмобиле вместе с Бэтменом. Понимаешь? Я знаю, что солнечные лучи могут мне повредить. Но я люблю этот праздник, я люблю ребятишек. Они здесь очень красивые и кровавые. Оксана, скажите, отмечать Хэллоуин – это хорошая примета? Это отличная примета, потому что будут шикарные фотографии в журнале «Деткидс». Хэллоуин – языческий праздник с большой историей. Придумали его кельты, которые жили на территории современной Англии. Этот праздник отмечался как день урожая. Именно поэтому главный символ – тыква. Но на Хэллоуин обычная тыква превращается в светильник Джека. Ее потрошат, вырезают глаза, зловещую улыбку и зажигают внутри свечу. А название она свое получила в честь кузнеца Джека, который, по легенде, сумел дважды обмануть самого дьявола. Теперь жуткий тыквенный фонарик – символ этого праздника. Сегодня фермеры западных стран соревнуются в том, кто вырастет самую большую тыкву. Рекорд принадлежит фермеру из Канады. Он вырастил тыкву, которая весит 650 килограммов. Еще один необычный рекорд принадлежит целому американскому городу – Бостону, в котором в 2006 году американцы зажгли 30 тысяч тыквенных фонариков. Это был самый массовый флешмоб за всю историю Хэллоуина. По традиции на Хэллоуин дети встречаются в дома и требуют конфеты. Интересно, а у нас работает эта традиция сегодня? Пойду проверю. В странах, где Хэллоуин отмечается уже много лет, эта традиция работает. Взрослые, угощая детей конфетами, якобы задабривают злых духов. У нас в России пока еще традиция угощать детей сладостями в этот день не работает. Но, возможно, через какие-то пару-тройку лет все изменится. И мечта детей – получать конфеты 31 октября в неограниченном количестве осуществится. Тут было очень чудесное шоу. Есть Дракулаура и Дракула. Разные вслепы. Но жалко, что бывает такое только раз в год. Спасибо, журнал детки, что у нас такой чудесный праздник. Детишки, смотрите детскую службу новостей на РЕН-ТВ. А если нет, то я за вами приду. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Впервые в истории человечества роботу дали настоящее гражданство. Представляете, роботу-андроиду-гуманоиду дали паспорт Саудовской Аравии. Ее зовут София. София говорит и выглядит как человек. А еще она умеет улыбаться. К чему сейчас эта тема? К тому, что роботы плотнее и плотнее входят в нашу жизнь. Вот и в Барнаулу приехала выставка будущего. Догадайтесь, кто все ее экспонаты. Как они выглядят и что умеют, расскажут наши корреспонденты. Думаете, все роботы похожи на человека? Нет, только андроиды или гуманоиды. Остальные выглядят настолько разнообразно и даже странно, словно прибыли из другой вселенной. Вас приветствует BB-8. Он состоит из телосферы и головы. Голова крепится на магнитах. И поэтому, когда он катается, голова остается неподвижной. Давайте посмотрим, как это происходит. Роботы настолько разнообразны, что они гавкают, танцуют, рисуют, даже плавают в воде, как эти медузы. Старинные, заводные, современные, радиоуправляемые, встроенные в автомобили, создающие виртуальную реальность, каких тут только нет. Все наши корреспонденты тут же разбрелись по стендам. Каждого заинтересовал свой экспонат. Кстати, про некоторые и не подумаешь, что перед тобой робот. Эти кошачьи уши реагируют на эмоции. Видите, датчик на лбу и на ухе. По этим датчикам эти уши могут различать эмоции. Если вы будете смеяться, то уши будут подняты кверху. Если же настроение будет грустное, то оба уха будут опущены вниз. Посмейся! Это динозавр Плео. Детеныш динозавра Плео. Что он умеет? Он реагирует на касание. Он умеет ласкаться и есть листья. Это Айбен. Собака-робот. Он очень милый. Его можно гладить. Он миляет в пластику. Он может выполнять до 100 команд хозяева. Это робот Ева. Ее зовут так же, как и меня. Я вот здесь научилась очень многому. Роботы живые, как люди. Иногда могут двигаться сами, иногда ими можно управлять. Не знаю даже, что они говорят, но, наверное, они говорят что-то на своем языке. Думаю, у них любой. Сейчас детская школа тележурналистики будет брать у робота интервью. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Промобот. Танцуй. Человек танцует. Это Рено Двизи. Она была сделана в 2010 году, но выпущена в 2012. У этой машины всего одно место для водителя. Едет она по городу 4 часа, но в России меньше из-за климата. А вот человекоподобный робот. Таких называют гуманоиды. Его зовут Альфа. Альфа может потанцевать или рассказать малышам сказки. Дарья, а что он умеет? А сейчас я включу, и вы с нами увидите. Йоу. Сейчас лобок ланится за быстрый пистолет. А вот робот-паук. Его главная цель – стрелять стрелами и дисками. Это по-настоящему. Хороший боевой робот. Клодорокомптором управлять очень сложно, поскольку его реакция очень быстрая. И поэтому он в любой момент может упасть, если палец дернется или нечаянно нажмет на какую-нибудь кнопочку. Это робот-мип. Он маленький, но очень быстрый. Он умеет как и уворачиваться от вашей руки, так и догонять еще. Еще они умеют танцевать и приносить воду. Телевидение будущего. Каким оно станет? Это могут знать только жители будущего, дети. Вот именно им мы и задали свои вопросы. Мы попросили их представить себя редактором телеканала. Нет, лучше сразу директором. И ни в чем не ограничивать себя. Ни масштабными вселенной, ни временем вещаний, ни законами физики. Просто представить. Твое идеальное телевидение. Каким оно будет? Давайте послушаем ответы. Все родители мечтают, что их ребятишек ждет большое будущее. Кто знает, может они вырастут и придумают эликсир от старости или таблетки для настроения, летающий автомобиль или полезный телеканал, который будут смотреть все. А пусть придумывают прямо сейчас в эфире. Зачем ждать десяток лет? Заглянем в прекрасное далеко уже сейчас. Заодно узнаем, о чем мечтают дети. И познакомимся с нашими новыми участниками телепроекта. Всем привет! Меня зовут Гребенкина Мария и мне 16 лет. Я бы хотела быть главным редактором телеканала своего. Он будет называться СверхТВ. И там будут вести программы «Сверхъестественные существа». Например, рыбалку будет вести русалка. Новости будет вести кентавр. То есть его будут снимать по пояс. Специально для людей. Это будут новости для людей, чтобы смотрели. И суть нашего телеканала будет заключаться в том, чтобы люди нормально реагировали на Сверхъестественных существ, чтобы они тоже реализовывали себя в телеиндустрии. Всем привет! Меня зовут Полина. Мне 9 лет. Я бы хотела такой телеканал, на котором были бы всякие советы, лайфхаки. То есть это будет познавательный и полезный канал. Я думаю, что он будет называться Лайфхак ТВ. На Лайфхак ТВ может попасть любой, кто снимет полезное и интересное видео. Я думаю, что жизнь людей станет лучше с этим телеканалом, так как там будут рассказывать, как сэкономить деньги, как приготовить какие-то вкусности из привычных продуктов, как украсить гардероб пуговичками, ну и много всего еще. Всем привет! Меня зовут Соня. Мне 11 лет. И я живу в городе Барнауле. Вообще, кто не мечтает о своем телевидении? Как я занимаюсь легкой атлетикой, я бы хотела создать канал про легкую атлетику. Я ни разу не видела целый канал, который посвящен легкой атлетике. Мой канал будет называться Шиповка.ру. В Барнауле есть очень много известных легкой атлетов. Вообще, Барнаул считается столицей легкой атлетики в России. У нас много легкой атлетов. Например, Шибенков. Он выиграл чемпионат Европы по легкой атлетике, занял второе место. Кому это неинтересно? Про Усейн Болта. Усейн Болт поставил рекорд в книге рекордов Гиннесса. Это очень интересно, сколько он пробежал. Вообще, не только это и интересно. Как они питаются, как они живут, делают ли они зарядку для дыхания. Это же интересно, правда? Всем привет! Меня зовут Азаров Дмитрий. Мне 8 лет. Мой канал будет называться Дима ТВ. Он будет про спорт. От других спортивных каналов он будет отличаться. То, что там не только один спорт, баскетбол, карате, например, бокс, футбол. А на моем канале будут все виды спорта. И футбол, и баскетбол, и карате, и бокс. И еще там будет не только там футбол на поле, еще дворовый футбол. И еще там будет проходить конкурс. Самый лучший футболист, и он выиграет футбольный мяч. У меня на канале будет конкурс, и там будет разыгрываться велосипед, самокат, чтобы разные люди могли заниматься спортом. Всем привет! Меня зовут Вика. Мне 10 лет. Я хочу, чтобы у меня был телеканал под названием «Мистика». Почему? Потому что я очень заинтересована такой темой, как загадочные города, например, как Чернобыль. Мне нравятся такие сериалы, поэтому я хотела бы сделать такой канал. Телеведущие будут загадочные, животные, которые из-за атомной электростанции раздвоились двухголовые. Это будет, скорее всего, загадочная телепередача, потому что смешного там не будет. Это будет все на полном серьезе. Мне кажется, что большое количество заинтересовано этой темой, и поэтому много будут и звонить, и смотреть, и узнавать. Да, у детей столько гениальных идей, что невольно задумаешься, хватит ли нам зрителей для каждого канала. Хотя и с этим наши герои что-нибудь придумают. А пока они будут набираться знаний и опыта, учиться красиво и правильно говорить на камеру, раскрывать в себе актерские способности, обучаться технике речи, пробовать себя в роли операторов, телеведущих и корреспондентов. А там и до главных редакторов дойдет. Не так давно наш город посетил советский и российский музыкант, автор песен, радиоведущий, актер, создатель и лидер группы «Вабанк», заслуженный артист Российской Федерации Александр Феликсович Скляр. Наш тележурналист от программы «Детская служба новостей» Ева Долженко наряду с профессиональными и опытными коллегами тоже побывала на пресс-конференции и лично задала вопросы Александру Феликсовичу. По словам известного музыканта, это было самое необычное интервью в его жизни. Александр Феликсович, скажите, какой самый интересный вопрос вам задавали журналисты? Мой дорогой юный журналист, в течение моей жизни мне задавали такое огромное количество самых различных вопросов, что сейчас я даже и припомнить не могу, какой из этих вопросов был самый для меня необычный. Но вот точно, что один из самых необычных людей, кто мне задает эти вопросы, это как раз вы. Юные журналисты программы «Детская служба новостей» и дальше будут принимать участие в пресс-конференциях. Кто будет следующим звездным гостем нашего города, узнаем совсем скоро. На сегодня это все. Я желаю вам отдохнуть весело, набраться сил и ума. А еще помогайте мамам, ведь у них нет каникул. Увидимся на следующей неделе. Выставка «Парк роботов» приглашает посмотреть на будущее. Вас ждут 53 робота из разных стран мира. Они умеют танцевать, летать, рассказывать сказки, а еще петь песни, приносить предметы, грызть косточки и вилять хвостом. С каждым роботом можно поиграть и сфотографироваться. Приходите, выставка работает до 26 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова